МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, что стране нужны хорошие инженеры, говорят постоянно. Да только как приведет детям интерес к физике? Как объяснить им, что это не просто куча сложных формул и законов из учебника, а одна из самых творческих наук? Все очень просто. Дайте ребятам почувствовать себя настоящими изобретателями. Уверен, один из авторов проекта облачной школы инженерного образования Андрей Дозин. О том, как он и его единомышленники видят образование будущего, где в Сараве можно заниматься увлекательными экспериментами и многом другом, мы сейчас и поговорим. Андрей, я так понимаю, эта школа, это целиком и полностью твое детище. Как ты вообще к этому пришел? Сколько времени ты этот проект вынашивал? И насколько тяжело было его воплотить в жизнь? Ну, проект, безусловно, является коллективной, конечно, работой, но для меня он является некоторым действительно финалом и релизом всех моих изысканий на предмет эффективных методиков увеличения молодежи в инженерно-техническое творчество. Но при этом каждый из элементов проекта, будь его техническая, часть информационная или методическая, это дело рук многих профессионалов, которым я очень благодарен, и которые включены в нашу команду. А много людей вообще в этом участвует? Ну, у нас команда минимум из пяти человек. В ней есть непосредственно преподаватели, которые наши методики практикоориентированных уроков разрабатывают. В ней есть специалист по информационным технологиям и продвижению в средствах массовой информации. И есть я как организатор-менеджер, ну и консультант, который помогает нам проводить мероприятия и обучение для педагогов. А ты сам в чем видишь главную цель вот этой школы? Ну, главная цель — это почувствовать силу, на самом деле, силу ума, силу инженерного знания. Созидания. Созидания, да, безусловно, который открывается, естественно, при получении первых каких-то результатов. И, естественно, эта сила должна возникнуть у ребят, которые в наш проект включатся, как на уровне участников, так и на уровне уже создателей собственных образовательных продуктов МЭД. А когда, кстати, все началось? Ну, все началось, можно сказать, полгода назад, когда возникла идея действительно податься на президентский грант с этим проектом. И первые действия по проекту начались в декабре, когда у нас прошли открытые уроки для преподавателей, и часть школ в Сарове написала Олимпиаду. А как, кстати, сами учителя восприняли твою идею? Все-таки они народ довольно консервативный. Ну, я соглашусь, да. В условиях, когда существует значительный дефицит учителей физики, при этом больше из них действительно придерживается классической модели решения задач и использования формул, мы находимся, собственно, в условиях, что очень сложно найти действительно преподавателей, которые бы идеи были увлечены. Но такие есть, и я надеюсь, что к нашему финальному мероприятию в июле мы соберем самых ярких представителей среди преподавателей Нижегородской области. А через многое пришлось пройти, чтобы получить этот президентский грант? Или не так все страшно, как кажется? Я бы сказал, что наоборот, процесс был довольно комфортный. Вся подача документов происходила через интернет. Система гранта очень открытая, понятная. И позволяет любому человеку, у которого есть дружеские отношения с некоммерческой организацией, податься на грант и с высокой степенью вероятности даже победить. Потому что отбор проходит по весьма прозрачным процедурам с большим количеством привлеченных экспертов. И это, как показывает отбор этого года, действительно цельные, значимые проекты вышли в финал и получили необходимые гранты. Андрей, вот тут давай уточним. Этот проект инициирован в Сарове, но при этом он региональный. Правильно? Бесспорно, да. Проект областной. В нем участвуют ребята из 10 городов Нижегородской области. Кроме Сарова, это, естественно, Нижний Новгород, Арзамас, Бор, Кстова, Павлова, Первомайск, Держинск. Вроде все назвал. Ну, самый крупный город и регион. Самый крупный, да. А почему ты решил сразу замахнуться на область? Не обкатав предварительно в Сарове хотя бы? Ну, в Сарове, в общем-то, тут нельзя говорить, что ситуация какая-то новая. Подобные экспериментальные занятия наши преподаватели проводят в школах уже довольно давно. И просто мы решили эту практику расширить на области, дать им доступ к нашим решениям методическим. А как, кстати, в других городах у вас поняли идею? Отлично. То есть в условиях, когда, как я уже сказал, лабораторных работ, оказывается, по физике все меньше, любой понимающий суть физики преподаватель, конечно же, будет за любое дополнительное практикоориентированное занятие. Поэтому наши открытые уроки всегда на ура проходят, и ребятам нравится, и преподаватели рады, что наконец-таки появился какой-то источник и возможность получить вот эти, пусть небольшие, но индивидуальные уже наборы, с которыми ребята смогут собрать свои первые инженерные изделия и схемы. Вот смотри, давай по этапам. Вам одобрили грант, вы получили, начали работать по программе. Самый первый этап был какой? Ну, выявить школы, которым интересно было бы основные мероприятия на своей площадке провести. Затем вовлечь преподавателей в наши курсы повышения квалификации, которые мы проводим совместно с Нижегородским институтом развития и образования. То есть у нас сейчас еще добираются группы, где в режиме вебинаров, в режиме просмотра видео в интернете преподаватели смогут на 36 часов получить повышение квалификации по предмету физики, по тематике, использованию технических средств и виртуальных лабораторий. То есть они сначала сами эти моторчики собирают? Ну, курсы у нас в основном рассчитаны на использование различных ресурсов интернета, которые позволяют наиболее лучшим образом продемонстрировать какие-то части курса физики. То есть кроме учебников, ведь сегодня есть очень много полезных сервисов, каналов тематических, виртуальных лабораторий, которые позволяют буквально на компьютере проводить вполне себе реальные опыты. И есть много открытого программного обеспечения, которое позволяет провести даже эксперименты в онлайн. Буквально такое доступное имитационное моделирование сложных физических процессов. Есть даже игры, где предлагается собрать ракеты и посмотреть, будет ли работать твоя конструкция или нет. Ну, да, есть и такие. Но они больше про космонавтику, про баллистику. Но в нашем случае мы сейчас все-таки по курсу физики идем. И наши ключевые темы — это электричество и механика, которые, по крайней мере, в рамках проекта этого мы будем раскрывать особенно. — Слушай, а ты когда прописывал программу, ты это все с нуля делал или ты ориентировался на какие-то образовательные программы, которые, может быть, в Европе, в Америке, в Азии есть? — Ну, я ориентировался, прежде всего, на опыт уже проведенных мероприятий. И одним из таких ключевых моментов в моей жизни стал конкурс «Экспериментариум», который мы проводили по направлению школы «Росатом». — Это во дворце творчества? — Да, во дворце пионеров, точно. Тогда нас всех невероятно удивила широта взглядов и интересных подходов, которые ребята проявили в создании собственных интерактивных образовательных экспонатов. То есть там ребятам предлагалось сделать по собственному некому экспонату, который бы эффектно демонстрировал то или иное явление в физике. И это удивительно, как они умудрялись делать экономные, износостойкие и при этом достаточно яркие, интересные экспонаты. И вот именно этот поиск такой творческий, в техническом творчестве, именно чтобы создать для него пространство, мы и делаем этот проект в конечном итоге. Просто тогда мы делали экспонаты музея, сегодня мы понимаем, что это здорово, но через музей прошло… Вот я провел экскурсию для более двух тысяч человек в Сарове. — А какой, на твой взгляд, самый интересный экспонат, который людям больше всего нравится? — Ну, спорный вопрос, сложный. — У тебя же есть фаворит? — Ну, мне очень понравилось, как было сделано решение с черной дырой. То есть там ребята обычно во всех других экспериментариумах используется жесткая конструкция, которая дорогая в использовании, которая сложная при перемещении, транспортировке какой-то. Ребята просто использовали эластичную ткань и груз, и эта ткань сама собой, соответственно, сделала необходимую форму, такую спиралевидного конуса. — Как воронка, да? — Как воронка, точно, да. И все. То есть буквально нужен был один гимнастический круг и эластичная ткань с грузом. И у нас уже получилась модель черной дыры, которая до сих пор радует ребятишек в музее. — А там постоянно в каком-то мини-движении или статичное? — Нет, ну там, естественно, запускать нужно самому шарики по этой модели, но сам факт того, что им удалось избежать вот этой необходимости создавать там сложный конус размером чуть ли не полтора метра в диаметре — это достойно уважения. Ну и, естественно, там есть прекрасный набор от 15-го лицея по оптическим иллюзиям, то есть потрясная разработка, потому что в ней для целого класса на три занятия собрано элементов различных заданий, различных... — Это все видеть надо, на самом деле. — Ну да, это все надо, конечно, смотреть. — Это до сих пор есть? — Да, музей функционирует. — Там время от времени проводятся мероприятия и экспонаты, и очень его интересно дополняют. — Радий, давай вернемся немного по хронологии назад. Я так понимаю, вы нашли школы, которые согласились участвовать в вашем проекте, да? Их всего четыре, назови их, пожалуйста. — Это третий лицей, это пятнадцатый лицей, это гимназия, получается, пятнадцать, гимназия — два, это школа номер четырнадцать и школа номер семнадцать. — Да, то есть пять школ. — Да, получается, ну, пять школ, да, все-таки, точно. У нас четырнадцатая подключилась. — И дальше там что там, начались какие-то факультативы, или ребята прямо в рамках уроков физики начали этим заниматься? — Ребята в рамках уроков физики, либо в рамках дополнительного занятия, пока написали олимпиаду, и вот буквально в марте, с начала марта у нас там будут проходить открытые занятия с уже наборами экспериментариумов. — То есть ребята-победители будут собирать какие-то вещи? — Ну, я надеюсь, что через открытые занятия пройдут все, кто участвовал в олимпиаде, поэтому не только победители. — А, то есть там сможет принять участие любой? — Да. — А как ты думаешь, из других школ смогут ребята прийти, или тут вопрос сложный? — Ну, мы открыты в целом для взаимодействия, для различных форматах. Вот в СРФТИ, допустим, на факультете довузовской подготовки у нас прошел открытый урок по сборке схемы управления моторчиком с помощью фоторезистора. И на этом занятии присутствовали ребята из разных школ, просто потому что они на факультете довузовской подготовки учатся. И такое занятие даже, мне кажется, вдвойне интересно получилось, потому что после него каждый в свою школу пришел, как-то заинтересовал остальных. И я думаю, что из этого даже в той же 13-й школе, вот я знаю, уже команда формируется по нашему конкурсу. Поэтому звоните, пишите, давайте организовывать совместные мероприятия. Контакты все открыты, и мы рады тоже, если будут проявляться такие межшкольные какие-то мероприятия. — А назови еще ваш сайт, чтобы люди могли найти, посмотреть телефон, и куда приходить хотя бы. — Аббревиатура облачной школы инженерного образования — OSHO.RF, четыре буквы. — То есть прямо кириллицей вводишь строку? — Да, можно кириллицей, можно латиницей написать OSHO. Вот как читается через SH, и все получится. — То есть, Андрей, в марте начинаются открытые уроки, и сколько они будут идти? — Ну, по коробке электричества они будут идти в течение всего марта, а потом до мая мы будем еще по механике в школах-партнерах проводить открытые уроки. И все для того, чтобы продемонстрировать наши комплекты, которые, на наш взгляд, являются таким законченным полезным образовательным продуктом. И это будет пример для ребят, что они могут, собственно, свою коробку такую собрать по какой-то другой теме. Не обязательно даже по физике. Это может быть и информатика, и алгебра, и геометрия. В общем, точные науки, относящиеся к STEM-дисциплинам, робототехника, программирование, может быть, даже технология в некотором смысле, может быть, через такую коробочку представлена. Главное, чтобы она была достаточно отказоустойчивой и простой, то есть чтобы она была, ну, банально безопасной. А во-вторых, чтобы в ней было заключено несколько практикоориентированных задач, позволяющих разобраться с темой, которую ребята хотят сделать. Также туда можно и презентации вложить для учителя, и задачник какой-то. Тут мы простор некоторый для творчества открываем. Мы сейчас находимся в очень интересный исторический период. Вот мы все, там, старшее поколение, по крайней мере, хорошо помнят, как была популярна электроника в прошлом, когда инженеры взрослые собирали сами там схемы, искали микроэлементы, и они были в дефиците, и это было целое движение такое. Сегодня, когда большинство электроники уже готовы ее проще как бы купить, ситуация с таким движением, она как-то сама собой, к сожалению, растворилась. Но одновременно мы видим, что сами элементы для такого рода деятельности, они стали очень дешевы. То есть любой специалист 20 лет назад, если бы знал, что все будет так доступно, он бы завидовал, наверное, просто современным детям. И в этом смысле мы можем делать весьма доступные для практически любого бюджета, бюджета, и родители не потеряют на образовании ребенка какие-то большие суммы. То есть все, особенно если использовать международных каких-то поставщиков, то вообще становится все очень доступно. И это окно возможностей, когда у нас еще достаточно много людей компетентных в этой сфере, и при этом материально-ресурсная база доступна, оно, честно говоря, постепенно закрывается. И отчасти от того, что специалистов, способных в этом разобраться, становится, к сожалению, все меньше. И дефицит присутствует электротехников. И мы бы хотели, конечно, вот этот дефицит в некотором смысле попытаться на перспективу как-то исправить. То есть привлечь и, может быть, даже заново как-то запустить вот это движение людей, интересующихся инженерно-технической мыслью, созданием изделий собственных и так далее. Андрей, скажи, пожалуйста, чем завершится первый сезон, можно сказать, этой школы? В июле с 20 по 23 число мы приглашаем в технопарк Саров на три дня на наше финальное мероприятие конкурс индивидуальных образовательных продуктов. То есть любой желающий, будь то учитель, родитель, наставник, может быть, даже репетитор какой-то, может собрать вокруг себя ребят с 7 по 9 класс от 3 до 6 человек и вместе с ними собрать собственный практикоориентированный набор, в котором будут включены овеществленные элементы, может быть, какие-то карточки, какие-то приборы, какие-то схемы те же, какие-то, может быть, игры настольные, которые так или иначе раскрывают определенную тему физики. Дальше в рамках этого мероприятия ребята свои коробки представят, представят методические наработки к ним, и наш жюри выберет наиболее интересные разработки и их соответствующим образом наградит призами, дипломами и просто уважением, скажем так. И мы надеемся, что вот эта вот практика вовлечения ребят в создание образовательных продуктов, законченных, станет классическим методом образования, когда ребята не просто там собирают какие-то самодвижущиеся тележки, которые по линии ездят, не просто делают игрушки какие-то, которые становятся им неинтересны буквально на следующий день, а когда они создают собственный набор уроков, которые потом вполне могут быть использованы и другими ребятами, если их коробка окажется достаточно экономически целесообразной и по содержанию будет значительно превосходить возможности существующих методических комплектов. Андрей, время для нашей завершающей рубрики «Опросник Пруста». В этой вазе бумажки с вопросами. Вытаскивай любые три, можешь прямо сразу и честно на них отвечать. Ну, посчитайте, буду. Так, вопрос первый. Ваш девиз. Ну, наверное, мой девиз – это, чтобы не зря. Отличный девиз. То есть, ну, очень важно добиться из каждой деятельности выхлопа, результата какого-то, и его зафиксировать, и как минимум передать этот опыт другим. Так, второй вопрос. Где вам хотелось бы жить? Ну, мне хотелось бы жить в Сарове. Я пожил в разных городах, там, в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде. Сам в Смоленске родился. Ну, там, за границей тоже по всяким командировкам ездил. И могу сказать, что Саров прекрасен. Саров – комфортный город, с хорошей экологией, с прекрасным климатом, с отличной инфраструктурой в сравнении, там, конечно, не с нашими мечтами, а с реальностью некой. Поэтому я очень люблю этот город, и буду в нем жить. Третий. Ваша любимая птица отличается умом и сообразительностью, наверное. Птица-говорун, как вымышленная птичка. Особенно ее способность летать в открытом космосе, это нам всем очень недостает, на мой взгляд. А что касается реальных птиц, то, наверное, те, которые особенно поддаются дрессировке, то есть это продвинутые формы попугаев каких-то и вороны, что-то в этом направлении. Андрей, большое спасибо за интересное и актуальное интервью. Надеюсь, что ваш проект себя покажет в самом лучшем смысле слова и привлечет максимум ребят. Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с преподавателем Саровского физтеха, руководителем проекта Облачная школа инженерного образования Андреем Додином. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok